Документы надо проверить. Проверяйте, пожалуйста. Да безобразие, молодой педагогический состав. Мы, кажется, нашли котлетный склад. Что-то где-то у вас подгорело, судя по запаху. Здравствуйте. В духовке у тебя ничего не горит. Красноярские школьники и их родители завалили проверку обращениями. Все это мы получили за только лишь последние недели. Где-то супы разбавляют водой из-под крана, а где-то говорят, что мыши бегают по коридорам. Ну а здесь, в 98-й школе, прям целый набор. Тараканы, вши, кишечная палочка. Что происходит, идем проверять. Превращение в санитарно одетых журналистов. Заходим. Когда-нибудь я увижу, интересно, столовую, в которой не будет посторонних предметов вот так на кухне. Вот это нарушение Сен-Пина. Просто это стол с сырой продукцией, поэтому как бы... И телефон у вас тоже сыроватый. Как долго у вас тут картошка купается? И почему она купается вместе вот со всем черненьким, некрасивым? Еще одна порция непонятна, когда замоченных овощей. Сколько надо простоять, чтобы вот так заветриться продукту? Холодильник написано, что для мяса сырого, но на самом деле здесь внутри чего только нет. А что это такое? Я даже не могу просто это идентифицировать. Два раза в неделю вы размораживаете эту морозилку, и вот такое состояние? Тут ассорти, это прямо слово этой столовой, все вперемешку, вот огнетушитель рядом с какими-то пакетами, мешками, все-все не так. Ножик тут же. Есть же подтоварники, поддоны, вот они есть. Почему-то все ставится рядом с ними, прямо на пол. С санпинами на кухне есть проблемы, а с находчивостью, видимо, нет. Смотрите, как здесь приспособили вантус, он теперь работает так, как закрывашка для двери. А за этой дверью нарушение санпинов, я туда проникну. Я сейчас буду, видимо, вантусом тут всем по башке давать, например, тем, кто в школьную столовую принес категорически запрещенные для торговли в столовой торты. Откуда эти торты? Тут все так удивляются тому, откуда что появляется, я даже не знаю, кто-то вообще отвечает за это или нет, или только я и вантус. То есть целая кастрюля каши, которую провидно, что еще ни ложки отсюда не достали, она, вы нас убеждаете, пойдет в отходы. Ну это, да. Ни я, ни вантус вам не верим. Это котлеты, которые не дошли до детей? То есть все, что на обед сегодня в зале, а ведро котлет это? Подход. Это апельсины сомнительного качества, здесь же сосиски, здесь же, предположу, что это глазурь, рассол. К чистоте холодильника тоже у меня огромный вопрос, как вот такое состояние может быть у холодильника. Под мусор здесь специальная такая кухонная кастрюля, прям написано, что это мусор, туда наша перчатка, которая не пережила холодильник и отправляется. Вы всегда без перчаток, да? Все работаете? Ни у кого не вижу перчаток в арсенале. Ох, получается. Посуда здесь, а, со сколами, б, она вся в пятнах, которые уже видно, не отмываются, посуду надо менять. Мыло здесь есть, причем у каждой раковины есть кусочек, есть сушилки и полотенце тоже, но проблема здесь с мусоркой больше, чем на две трети. Она заполнена, значит, надо выносить или нарушение. Проверяем питьевой фонтанчик. Здесь я вижу, что высота его соответствует санпинам, но вот это состояние, облупившаяся краска, конечно, не очень. Но не все питьевые фонтанчики в этой школе работают. Вот, пожалуйста, сломанный. Как только в школу приходит проверка, в школе сразу начинается генеральная уборка. При нас моют полы, но не все бумажки успевают собрать. А вот эта дверь сама рассказывает, что больше сорока лет уже зданию этой школы, и пора бы с этим что-то делать. Морозов этого года не выдержала стена и буквально рассыпалась, но скоро лето, будем верить, что летом ее золотают. Мебели видно, конечно, что не 40 лет, как все школы, но, тем не менее, уже она в таком ветхом состоянии. И столы, видим, с проблемами, и стулья тоже уже пошарпаны. Это первая школа в проверке, которая, правда, не экономит на мыле. Я вижу мыло в каждом туалете, у каждой раковины, везде. Проще потратить на мыло и на бумагу, чем потом отрабатывать кишечную инфекцию. От этих туалетов я в шоке. Они идеально чистые. Каждая кабинка, пол, все-все-все идеально чистые. У вас раздевалка была закрыта на ключ, а внутри был школьник? Разочился. Это очень маленькая раздевалка. Маленькая раздевалка. Очень страшненькая. Смотрите, какая сетка порвана. Она предусмотрена проектом. А сетка порванная тоже предусмотрена проектом? Сетка не предусмотрена проектом. Пока мы тут осматриваем безопасность, там уже отчитывают учителя физкультуры за такой бардак. Тараканы в шее, кишечная палочка в школе номер 98 не обнаружены. Но все это благодаря директору школы, вопреки тому бардаку, который мы увидели в столовой. Сама школа сегодня проверку новостей ТВК проходит. За опрятные кабинеты, за чистые туалеты и внимание к школьникам. Ну а в столовой мы желаем скорейшей проверки от Роспотребнадзора, потому что нашу проверку сегодня они не прошли. Я напоминаю, от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучек, Сергей Малафеев, Виталий Субодин. Новости ТВК.